Добрый день. Итак, какие изменения ждут Таллин в сфере городского имущества? Что, скорее всего, будет продано, а что приобретено? О чем мы должны знать? Мы так, чтобы ради продажи ничего продать не забираемся. Но доходы нужны городскому имуществу. Да, но мы сейчас работаем, чтобы покупать. Мы решили покупать у государственного имущества компании Риги Гинезвера одну школу, которую они хотят выставить как будто на аукцион, а мы сказали, что у нас самого интереса. Это действующая школа? Там арендуется действующая школа, да, тоже. И мы ничего не продадим ради продажи, в том смысле, что мы просто, чтобы бюджет получше был, мы сокращаем многие расходы. Каким образом? В том смысле, что мы рассматривали много разных, которые сейчас мы можем эти действия сделать, например, в следующем году или куда-то дальше. Ну, посвятите нас. Даже так, что мы посмотрели, какие инвестиции. Но там же период, когда мы сделаем, например, конкурсы или тендеры, когда они выполняются, когда мы можем поступать в работе. Некоторые эти деньги были запронированы этот год. Мы посмотрели, что мы готовы начинать работу, например, ремонты садиков. Огромное там количество. Я несколько взялся здесь, которые уже мы готовы уже вручить потребителям, так, наши потребители. Передать ключи. Передать ключи в следующем году или даже в этом году. Но есть многие, которые мы только в этом или в следующем году начинаем. В этом процессе. Там включены десятки миллионов евро в этот процесс. Когда я изучал полностью этот список, это очень длинный. Я сюда взял несколько, если там есть время, на некоторые посмотреть. И мы ради продажи ничего продать не будем. Мы посмотрим, какие есть эти варианты, поставить их в такой график, чтобы они были бы хорошо использованы. Поняла вас. Но вы уже упомянули школьное здание, которое чуть ли не с аукциона государства было готово продать. Вы теперь выкупите его. О какой школе идет речь, если не секретно? Это... Я сейчас не могу сказать этот адрес точно, да. Но мы в следующей передаче, когда уже будет этот решение, тогда я точно вам скажу. Хорошо. Довольно много последнее время было подоражащей информации в отношении здания Братства Черноголовых. Как известно, долголетний спор в суде в свое время Таллин выиграл. Какая участь ожидает это здание теперь при новой власти? Мы очень близко к этому решению. И мы... Это решение мы учитываем, что оно было бы только срочным использованием в Таллине. Однозначно. То есть здание останется в Таллине? Мы готовы будем говорить об этом в деталях, наверное, через месяц где-то. А сейчас мы работаем над этим, мы переговариваем с Министерством финансов. Но она большинство ведения, это здание, нашим департаментом культуры. Но мы в общем разработке, чтобы было бы всем очень приятно. А в чем интерес государства? Почему вдруг Марк Верклаев так заинтересовался этим зданием? Я думаю, что просто, как у меня же, вопросы просто эти, которые заинтересованы стороны, поднимают. Пишут письма, тогда это как будто опять поднимается на вопросы. И тогда он постарается решать. И я думаю, что мы найдем... И в следующий раз, когда мы встретимся, я могу говорить о хорошем решении. Можно не сомневаться, что культурная жизнь там продолжится? Обязательно. А все ли договоры об аренде с церковью Московского патриархата будут расторгнуты? Как известно, процесс уже начался с канцелярией, договор расторгнут. Была еще какая-то жилая недвижимость. А вот что с церковными зданиями? Ну вот с церковными зданиями, они разделяются на разные. Они или для прихожан, или тогда эти такие офисные здания. И сейчас речь шла только о офисных зданиях и этих помещениях, где находятся их офисы. Сейчас речь насчет церкви еще не поднимается вообще. И когда это поднимается, я думаю, что мы тогда решим это вместе с Министерством внутренних дел. То есть это будут согласованные действия, практически синхронные? Никто не хочет никого обижать. Вопрос, что все жители Эстонии, которые здесь живут, даже если они работники или эти цветы, как это там, пюга-пюга, извиня, да, не знаю. Священники. Священники. Тогда они должны уважать эстонские принципы и законы. Ну, как известно, да, священники вроде бы ни под чем не подписывались, ни под какими провокационными заявлениями. Просто вопрос сейчас стоит в том, у многих людей возникает вопрос, что как можно взять и прервать бессрочные договоры. Вот в случае с канцелярией, это же был бессрочный договор, который вдруг раз и заканчивается 21 июля. Да, это просто, есть у нас много таких договоров, которые нам надо перерассматривать, но это был отдельный случай, потому что там церковь, по информации компетентных органов, управление церковью перешло какие-то там границы, что нам не подходит. То есть по политическим причинам. А обсуждалась ли уже сейчас новой властью судьба мемориала на Марья Меги? Нет, судьба Марья Меги городом даже она не решается, потому что это государственная земля. Там, по-моему, было чуть ли не 50 на 50, что-то городу принадлежит, что-то государству. Там городу вообще ничего не предложит. Если читать, это Марья Меги самого. Вокруг территории, которые там городские тоже, и мы с этим решаем. Но Марья Меги, она не городское имущество. И советский мемориал, это тоже не городское имущество. Я считаю, что это, в всяком случае, в моем ведомости его нет. Собственно говоря, тогда вы не имеете какой-то точки зрения на то сносить или ремонтировать вообще, что там нужно делать. Да, это надо начинать решать с городского, вернее, городского, а государственного уровня. С государственным уровнем. Как решится вопрос пристройки к театру Эстония? Тоже очень интригующий вопрос. Мы здесь очень много говорим о этих темах, которые... Освящает наша пресса. Да, да, это хорошо. Поддерживает интригу. Да, интригу надо поддерживать. Но они не в моем ведомстве. Потому что, как я начал, это в моем ведомстве развивать и строить. Потому что мы держим их, мы как будто первоначальные собственники. Но мы даем ведомости другим департаментам, чтобы они пользовались этими. Ну, ваша подпись все-таки под многими документами в конечном итоге будет стоять. Да, она будет. Заглазование проходит через вас. Да. Но это сейчас разобретка о таком уровне, что до меня этот вопрос еще не доходил. То есть по Театру Эстонии тоже вам сейчас нечего комментировать? По Театру Эстонии, да. Это по ведомости сейчас в Департаменте культуры. Который вроде бы изменил уже свою точку зрения и говорит, что можно там делать пристройки прямо на площади. Если они могут. У меня, например, ведомости городской театр. Ага. Ну, с городским театром вроде бы все ясно, да? С городским театром очень-очень все красиво. А общий бюджет 45 миллионов и в феврале 25-го года вроде бы должно быть готово. Ремонт полностью завершится в феврале 25-го года. Ну вот это сейчас, сейчас, если этот процесс продолжается, тогда... На театре вы экономить не будете. Нет, вопрос не экономить инвестиции. Вопрос в том, что их развивать-то уравномеренно, чтобы мы были бы точно, чтобы, что мы начинаем развивать, чтобы мы закончили. Нет смысла начинать какое-то проектировать на всякий случай. И тогда все стоят, есть такие проекты тоже немножко. Это вы намекаете на Таллинскую больницу? Нет, я не намекаю на другую. А именно? На Лас-На-Мэ бассейн. Ага. То есть там тоже уже судьба его под вопросом теперь, да? Нет, нет, вопрос не вопрос. Туда вообще никогда не было планировано денег. Никогда. Когда вот этот, этот, этот... Я даже не понимаю, как можно начинать развивать проект, так что туда денег не планировано. Ни в этом году, ни в следующем. Мы думаем, что это важный проект по городу. Один за другим политики новой коалиции, когда были вот в этой студии во время кондиционных переговоров, говорили, что бассейн будет построен. Обязательно. И как и больница. Это когда-нибудь. Не, 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 не очень когда-нибудь. Например, не то, что там мы когда-нибудь в каком-то далеком будущем. Мы все эти вопросы берем под контроль такого четкого развития. Та же больницу. В больнице там очень много было открытых вопросов. Например, дает ли Европа денег? Или не дает. Если бы там было так, что вот эти европейские деньги, да, когда этих европейских денег не было возможно достать, тогда уже они как будто стали государственные. Так что государство не дает денег. Это там игра была какая-то такая. Но больница будет, бассейн, это очень важный проект, и это тоже будет. Когда бассейн? Мы работаем над этим, чтобы решить вопрос этого инвестиций. Он может быть решен уже в ближайший год? До выборов, скажем так, найдены инвестиции. Я могу тоже, вот это тоже вопрос. У нас, мы обсуждаем этот вопрос в следующей неделе. И как можно быстро. В следующий раз, когда мы встретимся, я думаю, что уже нескольким этим вопросом есть решение. Потому что у нас было только сейчас месяц рассадь, да, и сейчас больше вопросов, чем решений. Но они в процессе. Мы не откладываем их и не подвигаем куда-нибудь дальше. Мы знаем, что они нужны. И все эти проекты. Но у нас очень большое количество этих уже всяких объектов, которые разработки. Здесь несколько этих садиков, да, школ, школа художества, которая уже будет в августе готова. Это вы имеете в виду ремонт? Ремонт, ремонт, полностью реконструкция. Ну, там от 4 миллионов до 10 миллионов. Это огромные суммы идут. И самое главное, что вот если начинать такой новый проект, почему самое главное, что на этот планировать деньги. У нас же это же тоже не такие маловажные проекты, которые мы сейчас работаем. Садики, школы. Там же это же люди, дети, которые мы должны. И они не должны быть в каких-то плохих условиях. То есть сейчас главный акцент, главный упор сделан на ремонт детских садов и школ. Это вот то, что гарантировано. Да. Одним словом можно так сказать, по-другому можно это сказать, что мы хотим закончить начатые проекты. Можете нам их перечислить, кроме детских садов и школ? Это городской театр. Да. Тогда в следующем году будет готов такой... Это уже... Не-не, в этом году будет готов. Я по-эстонски скажу тигрёрг. Так, тигровая долина. Ну, типа такое там, да. И тогда катриор в парке... Дорожки? Не-не, это хозяйственное здание. Ага, да. Там строится рядом с пенисными кортами. Да-да-да. Это чуть ли не ботанический сад будет, да? Да. Какая-то оранжерея там написана. И вот эти такие вопросы, мы сейчас хотим, чтобы они не прервались. Они должны быть готовы, и мы берём новый проект и пойдём дальше. Городская больница. Мы будем работать вместе с этим союзом архитекторов, чтобы сделать не самые дешёвые, а самые лучшие по... Не то, что там выглядело самое лучшее, но она была по существу. Чтобы это было такой очень хороший проект и больница для жителей Эстонии. Да, ну мы когда-то с вами спорили с видом на море или без видом на море. Вы предлагали чуть ли не в Корее это построить. Но Осиновский мэр здесь сказал, что нет, место не изменится, будет с видом на море. Будет там, да. Главное найти финансирование, да? А уже там не столь существенно. Сейчас проект. Первый проект и потом финансирование. Проект будет совершенно новый. Совершенно новый, да? То есть вы начинаете с нуля. Мы начинаем с нуля. Да, это тоже договор в этом коалиционном, что вместе союзом архитекторов сделаем новый проект. А вы зонтируете почву параллельно о финансировании европейским, государственным и так далее? Да, да, да. Это постоянные процессы. Это постоянные процессы. Это не только там, потому что там, в этом городе связаны несколько финансовых проектов, которые финансируются со стороны Европейского Союза. Сдвинется ли с мертвой точки процесс продажи или сноса таллиннского горхола? Хороший вопрос. В том смысле хороший вопрос. Это опять не в моем ведомости. Но я сказал, что если это будет в моем ведомости, я это обязательно решу. Каким образом? Как я сказал, что я люблю развивать и строить. Я что-нибудь придумал такое, что это было бы приятно для горожан. Но вы человек с фантазией, да, как известно. Можете, кстати, меня поправить. Ваши достижения это в свое время. Вы занимались проектом трассы для гонок «Формула-3». Прямой самолет из Азии хотели открыть в Таллинн? Нет, открыл. Практически открыл, только полетов не состоялся. Да, полеты состоялись. Полеты состоялись. Просто я договорился с японской авиакомпанией о линии Таллинн-Токио. И они продали в 2009 году в Таллинн четыре полных самолета, чартера «Поуинг-747». Эти двухъярусные. Билеты. Да, они полностью. Из таллиннского аэропорта ответили им, что и таллиннский аэропорт не может их корючим сополнить за два часа. И они прилетели Ригу. И в итоге самолет приземлились в Риге. Да. И этот... Ну как же вот так мы работаем? Ну вот я сказал, что... Как лебедь, только щука. Я могу в мире договориться за два дня в любых вопросах. Но кому-то еще легче их разрушить. Ох, как бы вот такая же судьба не ждала Таллинскую больницу. Не-не-не, это мы сделаем. А был еще проект «Красных фонарей» в Таллинне? «Красные фонарей» — это не был проект. Идея была. И формула тоже была. Идея. И не было идеи. «Красные фонарей» и улица была такая. Это мысль. И эта статья. Было так, что у меня сын ходил в садик. На Регу, по-моему, улица была. А там была рядом Тедре, где был публичный дом. Между садиком и школой. Я сказал, что это не должно так быть. Что между рядом учреждениями, которые в детских учреждениях не должно быть таких соведений вообще. И я уверен в этом и сегодня. Если есть нужда на такую услугу, пусть делают окраине города где-то. Не рядом с детскими учреждениями и не в старом городе Таллина. Но вот сейчас, когда вы вице-мэр и многое в вашей власти, вообще вот что касается этой темы, все ли у нас в порядке? Вот, но это ведомость, я думаю, что более... Не ваша зона ответственности. Ну, не то, что ответственность. Вопрос в том, что это зона ответственности полиции вообще. Ну, разумеется. Они должны сказать, какой уровень проблема. Это была для меня проблема, потому что мой сын ходил в садик рядом с публичным домом. Я сказал, что это не должно так быть, и я предлагал, что уберите это куда-нибудь подальше. Тогда была одна улица, сейчас эта улица стала уже не таким сброшенным. Но если кто-то хочет развивать, и полиция не может их закрыть, их надо убрать куда-нибудь в сторону, не центр города и не рядом с детскими учреждениями. Ну, а вообще проблема существует? Ну, я думаю, что существует. Есть желание оказать эту услугу и получать. Подытоживая наш разговор, просветите нас, ожидать ли нам все-таки в ближайшие полтора года каких-то больших изменений в сфере городского имущества или не стоит? Мы договорились в одном месте в вопросе с департаментом городского имущества. Мы будем два направления развивать. И это увеличивает качество проектировки и увеличивает качество надзора. Не должно быть, что мы вроде бы строим, а где-то дети страдают, потому что это не строено качественно. Мы будем улицы, это вообще первый вопрос. Не затормозить ли это в итоге процессы соединения? Не должно тормозить, это должно быть соответствие. Если смотреть, как хорошо было проведено в этом художественной школе надзора со стороны директора, тогда этот я всегда покажу как пример. Первые должны нам дать информацию управляющие школ или садиков, что если они видят, то вижу проблемы. И с нашей стороны тоже должен быть очень четкий надзор. Дети не должны страдать за каких-то некачественных работ. Спасибо вам за этот комментарий, за то, что вы нашли возможность прийти в нашу студию. Спасибо вам. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был вице-мэр по вопросам городского имущества Вильер Яму. Благодарю за внимание. Спасибо.